Ну а в Омске жители Амурского поселка сами восстановили хоккейную коробку, заново построили ограждение, залили лед и бесплатно пускают всех желающих. В школе даже открылась хоккейная секция. Дмитрий Куканас продолжит. Даже спустя 20 лет они не изменяют традиции. Почти у каждого бизнес, но в свободное время они, как и в школьные годы, собираются на все той же хоккейной коробке. Они сами восстановили ее, составили смету, купили стройматериалы. Станислав вместе со всеми сначала выравнивал площадку, затем закапывал столбы и делал ограждения. Семь месяцев мы уделили на то, чтобы полностью все это восстановить. Каждый вечер приходили. Бывало такое, что стояли машины и фарами светили, чтобы было видно, потому что допоздна занимались. Ну, конечно, работы было сделано много. Жертвовали своим временем. А еще деньгами. Затраты составили около 180 тысяч рублей. На многом удалось сэкономить. На ремонт коробки собирали всем миром. Кто-то оплатил доски, кто-то привез сетку-рабицу. Столбы от демонтированного гимнастического городка. Энтузиасты своим делом доказали, чтобы получился добротный спортивный объект, не обязательно платить много денег. В Амурском поселке это единственная действующая хоккейная коробка. И уж точно уникальный пример инициативы жителей. Выход на лед бесплатный. Это намного лучше. Старая коробка была, дряглась. Если мы наступали на забор, и забор уже ломался. Все детки, и окружающие дома здесь, и школа наша номер 23, центральный район. Все приходят заниматься. Вообще здорово. Теперь и в школе появилась своя хоккейная секция. Свою мечту воплотил бывший тренер по хоккею с мячом и судья международного класса Рашид Абдулин. Сейчас спрашиваешь у детей в классе. Из 25-27 человек 5-7 человек имеют только коньки, лыжи. Зато телефоны, смартфоны, ноутбуки все имеют под две руки, люди поднимают. То есть это в избытке. А здоровье нации, понимаете, ну очень болезненные дети сейчас. Между тем в центре Омска подобная инициатива потерпела неудачу. Общественники уже начали расчищать площадку под огромный каток на улице Бударина, но не нашли единомышленников. Дмитрий Буканас, Евгений Слепов. Новости здесь, Омск.